Новый день! Встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. В этом выпуске я, Павел Михно, расскажу о тех выставках, которые доступны для гамечан и гостей города. А также поговорим о медиации для семейных споров и о том, как с пользой провести летнее время. Сегодня на территории Гомельской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем столбики термометров поднимутся всего до 22 градусов, ветер западного направления скоростью до 6 метров в секунду. В башне дворца Румянцевых и Паскевичей презентована мини-выставка «Лаковая миниатюра Анны и Александра Осиповых». Она посвящена 90-летию со дня рождения Александра Осипова. В экспозиции шкатулки и панно, выполненные Анной и Александром Осиповыми. Любимыми темами гомельских художников были народные обычаи и обряды, былины, сказки и песенные мотивы. Большое место в их творчестве занимала иконопись. Работы мастеров экспонировались на крупнейших международных выставках, а теперь гомельчане могут познакомиться с экспозицией, в которой представлены произведения из собрания музея и частной коллекции семьи. Для посетителей библиотеки имени Герцена открыта выставка «Путешествуйте с нами». Автор фотографий Андрей Валенков предлагает совершить путешествие в музей под открытым небом в Пирогово. Фотографии дают возможность заочно прогуляться по тихим улочкам села. На снимках виды с ветряными мельницами, деревянными церквями, домами и колодцами 17-18 веков. Выставка открыта до 14 августа. Вход свободный. Вальс цветов. Выставка под таким названием открыта в Гомеле. На ней цветы и пышные букеты, которые завораживают не только красотой, но и реалистичностью. Ведь многие полотна похожи на фотографии и даже кажутся осязаемыми. Притягательность и нежность изображенных растений объединяют все работы. А написаны они учащимися Гомельского государственного художественного колледжа. Стать посетителем выставки в Российском центре науки и культуры в Гомеле можно до 31 августа. Гомельчан знакомит с творчеством художника Михаила Прянишникова. Его живописные работы «Краевиды родного Полесья» ждут посетителей до начала августа в картинной галерее Вавченко. В этот раз автор показывает свои работы, созданные в период с середины 90-х до 2020 года. Выставка проведет зрителей по городам и селам и лугам белорусского Полесья, расскажет о быте живущих там людей. Большинство полотен написано в лучших классических традициях реалистической живописи. Также в Гомеле можно увидеть фотографии, сделанные в Иране и Мьянме в 2019 году. Автор выставки «Два мира, две страны» Станислав Ленчарский много путешествует по миру. Он побывал уже в 48 странах мира. И многие из поездок – это организованные фототуры. Их результаты фотограф и представляет на выставках в Беларуси и за ее пределами. Для автора важна реальная история о людях и событиях, которую он рассказывает через объектив своего фотоаппарата. Спешите увидеть! Все желающие могут познакомиться с творчеством еще одного фотографа – автор выставки «Само совершенство» Олег Белоусов. Он посвятил экспозицию женской красоте, которая вдохновляет поэтов, художников и фотографов на создание неповторимых образов. Познакомиться с работами фотомастера можно в Музее истории города Гомеля. А Музей истории печати и фотографии Гомельщина открывает посетителям Молдову. Там работает выставка под названием «Молдова. Страна и люди». Автор – фотограф Дан Гуцу. Его снимки отражают быт людей, живущих в глубинке, и передают истинные эмоции. Особое место в экспозиции занимают работы, отражающие обычаи и традиции страны. Погрузиться в современную Молдову можно только до 29 июля. Летние вечера могут быть особенными и незабываемыми, когда они проходят под легкую музыку. Проникнутся атмосферой лирики и романтики дадут возможность артисту Гомельской областной филармонии. Лауреаты международных и всероссийских конкурсов Ольга Кузьменко и Елена Гастинская. В совместном музыкальном проекте филармонии и картинной галереи Гаврила Ващенко слушателям предложат новый вид досуга. На открытом воздухе в уютном уголке природы в программе «Летнее очарование» произведения популярной классики и эстрады. Слушателей будут ждать 30 июля в 18.30 в летнем дворике галереи. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Адвокат Наталья Тарасова расскажет о медиации для семейных споров. Не переключайтесь. Прежде всего я хотела бы напомнить, что медиация – это переговоры между конфликтующими или спорящими сторонами с участием независимого посредника-медиатора с целью достижения взаимоприемлемого решения, то есть того решения, которое устроят обе стороны. Можно применять для разных видов гражданских споров медиацию, но можно сказать, что наиболее актуальна она в семейных спорах. Почему? Потому что это всегда эмоциональный конфликт, это всегда отношения. Медиация применяется у нас довольно давно. Закон работает о медиации с 2014 года, и практика его применения вызвала необходимость внесения изменений. Вот какие изменения сейчас внесены в законодательство о медиации. С 1 июля при подаче заявления о расторжении брака либо в органы ЗАГС, либо в суд заявителю или ИСУ будет разъясняться право его воспользоваться возможностью поучаствовать в информационной встрече с медиатором. Цель этой информационной встречи – рассказать, что такое медиация, и чтобы стороны определили для себя, подходит ли им такой способ разрешения их конфликта, их спора. Участие в такой информационной встрече является бесплатной. Поэтому стороны ничего не теряют. Вместо того, чтобы идти в суд, воспользоваться возможностью информационной встречи с медиатором и попробовать разрешить конфликт без обращения в суд. Как провести летнее время с пользой? Своими идеями на этот счет мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно практически незатратных финансов видов времяпрепровождения. Меня зовут Денис Долганов, мне 26 лет. В теннис я пришел в 2012 году. Видимо, меня вдохновила победа Виктории Азаринки на открытом чемпионате Австралии. Но я считаю, что любая физическая активность полезна для человека. А теннис – как отличное хобби, как отличный досуг, который можно провести, побегать, расслабиться. Считаю, что каждый человек может попробовать поиграть в теннис, но следить за своим здоровьем нужно обязательно. Людям с сердечными заболеваниями, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата лучше не стоит пробовать. В Гомеле отличные корты во дворце тенниса Олимпийского резерва. Он находится около Ледового дворца. Также в Белице есть хорошие корты. И скоро откроется чисто теннис на проспекте Октября. Там весь реквизит дают, то есть можно приходить спокойно играть. Новый день с вами встречали Утренний Фрэш и я, Павел Михно. Как всегда, хочу пожелать улыбок окружающих и только хорошего настроения.